Чё началось? Кто стреляет? Зачем? Реально. Не понял. Вот чел хороший вопрос задал. Зачем? В общем-то, здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем проходить историю снайпера. Возможно, завершаем, не знаю. Финал вроде близок, а вроде и далёк. В общем-то, двигаемся сейчас в Тёмную долину. Нужно догнать отступивших. Месть подаётся холодной. Поговорить с генохакером и убить его. Я, правда, не совсем понял, за что мы его убиваем, но ладно. Сказали, надо сделать, значит, надо сделать. Правильно, правильно. Поэтому под покровом ночи, час 23, бежим в Тёмную долину. Увидимся уже в ней, я думаю. Короче, как я выяснил, концовка всё-таки верная с тем, чтобы дать Орлову аптечку и пойти к Сидоровичу. Тут он говорит, что меня ждёт какой-то сталкер в деревне, и начинается эпизод 5, то есть я шёл не на верную концовку. Мог бы дожать, спросите вы? А я вам отвечу, где не нашёл генохакера в Тёмной долине. Просто я все места, которые он, ну, в теории, мог быть, посмотрел, я не нашёл. ХЗ, может, я слепой, может, я тупой, но в любом случае это не имеет значения, потому что сейчас вот мы идём на верную концовку. Так, и какой сталкер меня здесь ждал? Непонятно. Неумеха, Лёлик, Бурбон. Бурбон, наверное. А где он? У меня его ещё искать среди всей этой толпы. Какой-то трэш происходит по мутантам, стреляют зачем, а главное, нафига. А, вот он. А, нет, это Валериан. Бурбон, ты где? Вот бы у меня ещё дабилу и не лагал. О, привет. Опа-на, Бурбон, здорово, братан. Я идти не могу. Всё? Наигрались? А, нет, не наигрались. В какой-то момент я чувствую, у меня просто клавиатура сдохнет. Так, здорово, давно не виделись. Рад встречи, снайпер. Ты где был так долго? Меня похитили под угрозой убийцы, заставили служить. Сейчас отпустили. Ни хрена себе, кто это был? Хакер-пират, которого мне Гена посоветовал. Гена? Это тот, который тоже хакер? Ну да. Вот гад. Это сволочь в подвале. Пошли, Лёли ему ответим, заслужил. Пойдём, будешь знать, как людей подставлять. Да, особенно ОТГ снайпера. Ты прав, как никогда. И я послежу за входом, а ты иди. Это ты Генку хакера жопой при этот? Нет. Холод, как обычно. Выдал базу в чат. Так, мужичок, выходи из подвала. А в каком он подвале? Соседнем, типа? Ну, в любом случае, мы расправляемся с Геной хакером, окей. А нахрен тогда нужна была та концовка? Непонятно. Гена хакер, ты здесь? Не здесь. А где? Он вообще тут есть? Да, он тут есть. Ищем его, что могу сказать? Или всё-таки ты его зажал жопой? Да нет, за жопой там Паша Индюк какой-то или что-то такое. Ммм, сейчас посмотрим, где Генка хакер обитает. Ты Генка хакер? Ты Игорек фактор. Где-то дерево вообще. В каком он подвале сидит? Подвалы пустые, он где-то в деревне затихарился. Может, он сейчас за деревней? Нет, это Лёлик. Может, вот тут в развалинах он где-то? Так, ты не Генка хакер точно. Ага, вот ты где, гад. Здорово, Гена, есть что-то интересное? В смысле, подожди? Так, так, Гена, попался ты жёстко. В чём дело, Лёша? Ты кого мне посоветовал, блин? Да в чём дело? Пират тоже не мог взломать твой ноут? Смог. Эта падла на военных работает. Он меня чуть не убил, да ещё и служить заставил. Да не может быть такого. Хакер не может быть военным. Хакеры вне закона. Иди да проверь, если он ещё на элеваторе. Ладно, снайпер, успокойся. Извини, я сам не знал, что легенда хакеров может оказаться военным. Ладно, поверю. Он взломал ноутбук, стёр всю информацию и отдал мне. Дай-ка посмотреть этот ноут. Может, он просто всё спрятал хорошенько? Ну, держи, может, откопаешь что-нибудь. Он мне всё равно без надобности. Чувствую, что я зря что-то ищу. Похоже, пират всё удалил. Да, конечно, винда переустановлена. О, действительно он военный. Извини, я сам не знал. Да, папка Windows Old удалена. Но он не такой дурак, чтобы удалять такую инфу. Скорее всего, он скачал её себе. Поэтому можешь поискать его ноутбук или флешку. Удачи, снайпер. Но вот я себе оставлю, если ты не против. Чё интересного есть? Недавно в зону приехала съёмочная группа телеканала РЕН-ТВ, блядь. Что происходит в этом моде? Они брали у меня интервью и попросили присылать к ним всех матёрых сталкеров, которых я встречу. Они сейчас, наверное, ещё на кордоне. Хочешь поглазеть на них? Почему бы и нет? Пойду поищу их. Пропер 70-й. Внимание, объявление. Пропала собака. Левый задний лапы нет. Хвост оторван. Правый глаз выбит. Левый ухо оторван. Откликается на кличку Счастливчик. Серёга Счастливчик. Эй, Пропер, я тут. Артём Гроныч. Серёга, мать твою, в реактор. Не светится, говорил уже. Вау, очередные шутки крутые. А, так, на кордоне они должны быть. Но я знаю, что они на элеваторе есть, поэтому идём. Вот чё ещё раздражает? Тут вообще ни меток, ни хрена. И наводки из разряда, ну, где-то на кордоне должны быть. Блядь, сейчас побегу по всему кордону. Благо я увидел инфу, что они на элеваторе. Съёмочная группа РНТВ, блядь. Оператор, директор и какие-то ноунеймы. И Орлов здесь, кстати, ладно. Вот бы я ещё ходить научился. Так, с кем базарить? Кто такие? С военным не побазарить. Оператор. А с собой, видимо? Нет. А с кем? О, а вот директор. Здравствуйте, сталкер. Мы из телеканала РНТВ. Вот приехали в зону искать мистический материал. Не хотите ли вы ответить на мои вопросы? Нуго. Блядь. Первый и последний вопрос. Верите ли вы инопланетян и других мистических тварей, существование которых не доказано? Даже не знаю. Блин, мы в зоне тут этих тварей туева хуча. Конечно, верю. Нет, не верю. Я никогда не буду верить. Это бред. Но можно второй варик ответить. А это что за ученый какой-то? Блядь, с кем война? Военная? Я его не убил. Как так? Все? Порешали? Ты что за ученый? Игорь Прокопенко, блядь. Охуеть. Сейчас у нас будет тут, блядь, военная тайна зоны с Игорем Прокопенко. Так, мы в зоне тут этих тварей и куча. Конечно, верю. Это грубо, но это не главное. Главное то, что у нас есть общий интерес к мистике. Если хотите поработать, поговорите с Анной или Игорем позади вас. Давай. Директор сказал, что у вас есть для меня работа. Есть. Я слышал, на радаре упал вертолет. Наверняка в нем есть что-то интересное. Тебе надо найти его и забрать оттуда черный ящик. Я согласен. Охуенно. А Денщина, где она живая, вообще ее не убили? Вроде нет. А Орлов так и стоит, да? Втыкает. А, он лежит даже. Ладно, пусть лежит. Ему нравится, наверное. Директор сказал, что у вас есть работа. Да, работа есть. Я собрал информацию по лаборатории Икса-17. Похоже, там проводили эксперименты над инопланетянами. Вам надо найти доказательства этой теории. Пиздец. Ладно, что получается. Темная долина и радар. Я вахвый. Ну, пойдем в темную долину сначала. А, можно пройти? Я в темной долине, собственно, в лаборатории Икса-17. И здесь, на колбе, у нас спавнится рюкзак, получается. В нем мы находим мозг инопланетянина. Мозг инопланетянина найден в лаборатории Икса-17. Больше и тяжелее, чем у человека. Ярко-красным цветом. Настоящая научная сенсация. Да. Такие дела. Теперь на радар. Ура, ура. Бегать. Все любят бегать, правда? Ай, жрет, радейка. Ай, жрет. Так, где-то на вертолете тоже должен быть такой же рюкзак. А, вот он. Все, вот он. Черный ящик. Информация зашифрована. И на кордончик. Топ-топ-топ, как рабы системы. Файнали, я на кордоне. Сдаем задание. Я был в лаборатории. Нашел там капсулы с инопланетянами. Одна капсула была разбита. Но от этого инопланетянина остался мозг. Держите. Это сенсация. Вы заслуживаете огромные благодарности. Спасибо вам большое. Да, не за что. Надеюсь, мы все еще сможем работать вместе. Если еще не помогли Игорю, поговорите с ним. Да я принес вашему Игорю. Херню с вертолета. Он тут сел. Срать. Вот, принес я ящик этот. Отлично. Давайте его сюда. Вот ваши деньги. Если еще не помогли Анне, поговорите с ней. Я всем помог. С кем говорить? Что делать? С директором, наверное, или чем? Кто из вас директор? Алло. Директор вообще живой? Может, тут уже убили его нахуй? Вроде живой. Директор, ну ты спрятался, конечно. А, нет, это не директор. Это оператор. А что он не с фоторужьем? Я не знаю. Ты директор. Ты директор, но у тебя ничего нет. А что делать-то дальше? Непонятно. А что делать-то? Ладно, я сейчас еще раз попробую прям со всеми поговорить. Что происходит, блядь? Бля, я не в того стрельнул. Они в одинаковом костюме ходят. И стреляются друг с другом. Тут стреляют, придурок. После поговорим. Ладно, это хейтер НТВ пришел. В принципе, я его понимаю. Пойду попробую, не знаю, читаться там гений, хакеру, сидру, еще бурбун. Кому-нибудь. Я просто не знаю, что еще делать. Вот опять, нихуя непонятно, что делать. Вот я вроде закрыл квесты и все. Ни у кого диалогов нет. Ни у оператора, ни у директора, ни у Игре Прокопенко, ни у этой второй. Вот что делать в данной ситуации? Неясно. Что ты тут все еще стоишь? Молчит, молчит. Бурбун тут вообще есть? Бурбун имеется. Где он? В подвале сидит, скорее всего, до сих пор. О, наконец-то. Нащупал. Пойдем в бар, в штаб. Данные получить не удалось, да и гена не виноват, похоже. Уверен? А то, может, он тебе лапшу на уши вешает, а ты веришь? Ну, раз веришь, и я поверю. Ты иди, а я, пожалуй, посижу здесь. Иди нахуй сразу, сказал бы уже, я не знаю. Бля, вы меня еще и заплочили. Какой кошмар. Уйдите, пожалуйста. Можно? Мне опять бежать, ребят, через локации. Две, полторы, две с половиной. Ой, ебки, я не знаю, просто мало... О, файнали, все. Не буду продолжать. Увидимся в баре. Я добрался до бара. Наверное, нужно говорить с призраком. Да. Здорово, призрак. Так, прикинь, этот пират оказался военным, чуть не убил меня и заставил служить. И Гена тоже в курсе не был. Но потом пират отпустил меня со службы, так как я ему жизнь спас. Скоро он со своей ротой в бар придет. Вояки под боком? Хреново. Дело в том, что я сам бывший военный, дезертир. Если меня найдут и узнают, мне капут. Ну ладно, прорвемся. И что, все? Поговорили? Почини меня бергамот. Чего у тебя нового в продаже? Четвертый диалог. Что за супер поставка? Да неожиданно, снайпер, ты как сюда первый пришел. Сегодня стволов немного больше, чем обычного привозят. Так, че там? ЛР-300 снайпер. ЛС-5 облегченный и баланс. Грозу 5.45. Вал снайпер. СВД дальнобойщик. ЛР-300. Давай вал снайпер. Как бы. Пора хоть какое-то разнообразие, правильно? Поменяли винторез на вал. Вот бы еще найти ПСОшку. У тебя есть в продаже ПСОшка? Нету. Жаль. В гамачке. Да с книжкой толковой. Не, ладно, пока у меня не будет ПСОшки, я оставляю вала здесь до лучших времен. Че делать? С кем говорить? Да и ворон. Может, типа, на базу долго сходить, и там уже военные ютятся, или че мне сделать? Я не знаю. Ну, какие-то друзья на территории военных есть. Да, военные сюда переехали. Получается, я тут могу с кем-нибудь поговорить. Привет, ребят. Главный у вас есть? Да, Орлов. Перебрался сюда. Привет, Алексей Андреевич. Это есть ваша рота? Привет, снайпер. Да, и моя IT-рота. Каждый разбирается в компьютерах похлеще твоего гены. Но если что, обратимся. Кстати, твоя группа тоже борется с наемниками? Может, будем работать вместе? Я не против. Тогда держи флешку с инфой, которая была на ноуте, которую ты мне отдавал. Раз мы теперь работаем вместе, вам тоже надо это знать. Хорошо, спасибо. Че на флешке? Флешка Орлова с данными из ноутбука корпорации Mercenaries. Хранятся несколько текстовых файлов с приказами рыбы. Первое. Файн, блядь. Это не на английском. Ладно. Это явно лишь малюсенькая часть того, что хранилось в ноутбуке. Похоже, Орлов все-таки не до конца доверяет ОТГ снайпера. Шо ты, вы мне честь себе отдали? Нахрена? Че вы встали? Ну, пойдем, группе отнесем. Не знаю, что еще делать. Вот бы весь мод вот так прошел в баре. Если лучше бегать, то по бару, а не через три локации, чтобы вернуться и все. Так, молчит, молчит. А че делать-то? С барменом? Нет. А че делать-то, блядь? Я не понимаю. С Воронином говорить? Если сейчас у Воронина не будет диалога, я не знаю, что делать. Пойду гайд смотреть. Потому что я реально хз. Вот ничего не понятно, да? Согласитесь, вот таких моментов много. То есть, ладно, если бы мне дали задание с какой-то наводкой. Даже если расплывчатые, примерно ты хотя бы знаешь, что делать. Но тут вот я пришел, поговорил с призраком. Потом, блядь, не пускают. Потом я кое-как додумался поговорить с военными. Вот я получил флешку. Дальше что? Гений хакеру нести, который ее просил. Блядь. А гений хакер не мог мне квест там дать? Я не знаю. Может, я уже забыл к тому времени нахуй от гений хакера. И это опять на картон, кстати, идти. Ебучий картон. Флешировать с каждой минутой, что я в него играю. Вот в начале было норм. Я такой подумал, о, неплохой мод. Да, там я, насколько помню, всякие ТЧ-шные приблуды некоторые остались. Но если они там смешаны с сюжетом, как-то все прикольно сделано, то окей. Но, блядь. Я вот вроде даже закончил якобы основной сюжет ТЧ, да? Можно сказать ЧН. И типа, вроде ТЧ-шных квестов больше нет. Все кастомное. Но как же это хуёво. Просто кошмар. Ладно, увидимся на кордоне, полагаю. Оказалось, надо еще раз поговорить с ним же. Что-то еще хотел, Алексей Андреевич? Да, отблагодарить я хотел за то, что ты меня спас. Спасибо еще раз. Я тут вспомнил, что, кажется, видел тебя с вертолета, когда летел в зону. Низко летел. Ты с АК-74У и в куртке был. И шел в сторону элеватора на кордоне. 13-го числа было дело? Ах, да, пролетала там вертушка. Так, там ты был? Забавно. Еще я был на дикой территории, когда ты украинский вертолет на группу Волкодавы натравил. Помог тогда мне хорошо. Альфа-псы отвлеклись. Я и не знал. Я тебя отнюдь не беседой хотел отблагодарить вообще-то. И что предлагаешь? Я тебе хотел рассказать легенду одну. Может, ты от этой информации что-то полезное получишь? Я весь внимание. В общем, я слышал о тайнике лидеров Монолита. Судя по всему, там находится крайне редкое оружие, которым пользовались лидеры Монолита. Откуда у вас такая информация? Да когда я якобы сталкером был, слышал о диггере из группы Крота. А где находится этот тайник? Вот в том-то и дело. Тот сталкер этого не сказал. Да, скорее всего, он и не знал этого. Тайник Монолита. Найти информацию о тайнике Монолита. Найти информацию, где этот тайник. Ну, хз, попробую с группой пообщаться. Но что-то я сомневаюсь, что кто-то... Ну, хотя, может, призрак знает. Или бармен. Ну, бергамот точно вряд ли. Так, там у бармена ничего нового нет. О, подожди, что это? Вот этого не было, по-моему. Лишняя техника еще бы никому не помешала. Техника специфическая. Смогу тебе такое счастье предоставить? Давай пригодиться. Я какую-то технику купил. Зачем? Это что? Ноутбук УТГ снайпер. Лично на двух оперативно-тактической группы Леши снайпера. Содержат файлы бортового журнала группы. А также данные по корпорации Мерсенарис, лаборатории X-18. И данные начали на группы и некоторых других сталкеров. Ясно, пусть... Блять, спиздил клык. И не продает. Зато комбец призрака продает. Ой, какой клык? Призрак. А, и что? И никто ничего не знает? У нас телек еще был. Это и есть специфическая техника? Или что? Радио вот еще появилось. Приемник горизонт. Нахрена? Я на всякий случай отгружусь. Вдруг этот ноутбук потом пригодится. Ну, короче, никто из группы не знает. И что? К кому мне обращаться? Что делать вообще? Может, к осведомителю? Осведомитель, привет. Слышь, информатор, у тебя есть информация о тайнике Монолита? Ты знаешь, где он? Не, братан, никто не знает, где он. Отвечай. Я понимаю, о каком тайнике ты говоришь, но нет, я не знаю, где он. Классно. Я хочу купить информацию. О самой таинственной группе в зоне за 35 тысяч. Давай, у меня денег много. Группа Восход. Самая таинственная группировка в зоне на данный момент. Мало кто встречался с ними и остался в живых. Группа Восход на первом месте в списке розыскового долга, однако говорят, что цель у них исключительно добрая. Странно. Все сталкеры-мастера и все хорошо экипированы. Нередко у них встречаются эксклюзивные стволы. Лидера зовут Громочем. Где их база неизвестна, возможно, у них вообще ее нет. Че еще можешь купить? На моментах готов продать информацию о загадке недавней войны группировок за 50 тысяч. Че там? Говорят, война группировок была спровоцирована совсем не борьбой за новую территорию. Она была подстроена какой-то жуткой группировкой под названием Грех. Их очень часто путают с темными сталкерами, другой группировкой. Извини, я сам не уверен, что сейчас там все правильно про них сказал. Но действия проходили в западных топях, что неподалеку от Янтаря. Так еще восстание в местном клане сталкеров произошло не так давно. Да и несколько отрядов чистого неба и ученых там недавно пропало. Проходил сталкер-варк, убивший агента, вроде Греха, и рассказал о многом там произошедшем. Прорыв чистого неба в центр зоны тоже был спланирован. Много в зоне еще не раскрытых тайн, это все удача. Больше новой инфы нет. А че делать, господа? Я не знаю, че еще. Холод? Холод вряд ли. Бергамот? Чини меня. Призрак? По-прежнему молчит. У кого спрашивать? I don't know. Тут опять, блядь, военные какие-то отспавнились. Они тут всю игру будут спавниться или че? Разрабы вообще похуй на все было. Короче, поделал я контрольной точкой наперед, сейчас сидел часа два. Ой, ёп твою мать, я такого навидался, коринжа. Вы еще не представляете, что вас ждет впереди этой серии. Для тех, кто не понял, до вот этого фрагмента, да, как я к роту пошел, я записывал утром перед стримом. Я всегда за утро, любой мод всегда успевал записать. Этот я не успел, но стрим отодвигать не хотелось и уж тем более отменять. Поэтому я записываю после стрима, побегал, тут поделал точек контрольных, чтобы скипнуть беготню. Ну как, скипнуть ее хотя бы с досугом каким-то, да, я стрим смотрел там все дело. Вот. Там такой пиздец, сейчас, короче, пробежимся. Спидран по моду. К сожалению, даже несмотря на то, что я его спидраню как могу, еще серии две будет. Не знаю точно ли две, постараюсь побыстрее закончить с этим, чтобы не мучить себя и вас. Либо дропнуть вообще нахуй. Не, не знаю, но дропнуть вряд ли. У нас все правильные люди. До конца проходим мод, да. Или нет? Если честно, я бы дропнул уже нахуй. Если бы я не был ютубером, и у меня не было бы за спиной 100 людей, которые меня бы осудили за дроп, я бы дропнул его. Привет, крот. Пират сказал мне, что сталкер из твоей группы рассказывал ему про тайники лидеров Монолита. Я хочу найти этот тайник. Тот сталкер знал, где тайник? Возможно. Этот сталкер ушел из моей группы искать тайник. Сказал, что ему помогает какой-то профессор из центра зоны. Этого сталкера звали Старым Жилом. Старожила ты не найдешь. Профессора, которому он ушел искать нужно. И многие из вас, наверное, подумали бы, что, ну, наверное, нужно идти к Сахарову. Что уже, кстати, беготня, потому что, блин, как же все было бы намного проще, если бы чел добавил новые переходы. Или быстрые перемещения. Ну, скип времени. Он же сделал это. Я когда с ЧС возвращался, меня отсюда бросило резко сюда. Ну, можно же было это сделать? Но нет. Мы сейчас будем бежать вот так вот агропром через всю свалку, через весь бар, через всю дикую территорию на янтарь. И то промахнемся, потому что нужно идти не к профессору, а сразу в лабу их 16. Кто знал? Я не знал. В лаборатории мы находим вот этого чубрика, которого еще и надо засейвить успеть. Поэтому быстро с ним разговариваем. Сталк. Что с тобой, мужик? Давай сваливать отсюда. Я выберусь. Пошли со мной. Беги. Держись, увидимся в бункере ученых. После этого у нас исчезает таймер. Нас кидает в комнату с контролером, как я понимаю. Да. И нужно выбираться отсюда. Хотя контролера тут нет. А за дверью есть бюрер. Тут мы находим у кого-то мужика. А, Сары жил как раз. Все ходы заперты. Детанатор не сработал. Подорвать пол не удалось. Пси шлем поломался. Сдыхать с голоду неохот. А зомбаком стать не лучше. В пизду. Ладно, это было забавное голосовое. Ну и теперь, как вы понимаете, нужно бежать в бункер ученых. Этот момент мы переживем с вами вживую. Потихонечку бежим. Что снорков? А, вот снорки. У нас, блага, есть сайга, которая с ними довольно быстро разбирается. Которую я давно в руках не держал. Все время с винторезом гонял. Так, очередной снорк был убит. Впереди зомби. Санек Сыч. Привет, мужик. Давай-ка. На боковую. Тут два снорка будет сейчас, да. Ваншот просто. Ваншот, ванкил. Кайф. Но не всегда получается сваншотить, к сожалению, правда. Ну и псевдоч нас ждет. Великий и ужасный. У меня, кстати, пока я бегал туда-сюда, что только не было. У меня наемники в бар приходили. У меня псевдоч в бар приходил. У меня всего один раз было за всю жизнь, чтобы псевдоч в бар приходил. Что-то еще там аномальное было, но я уже забыл. Ну и все, выбираемся из лаборатории. Кстати, вот сейчас выбираюсь, да. И это напоминает мне одну историю. В общем, сейчас подождите. Ладно, забейте, я забыл, что за история. Что-то она мне напоминает. Давай, подходи. Как мы видим, ученого этого здесь нет, но нужно поговорить с Ахаровым. Профессор, я был в лаборатории их 16. Продолжайте, Алексей. Я повстречал там какого-то сумасшедшего ученого. Он сказал, что выберется сам. Затем я потерял сознание и очутился в сортире лаборатории, где обнаружил труп старого жила. Сталкера, который, по словам Крота, вместе с этим профессором искал тайник Монолита. Я тоже интересуюсь этим тайником. Вот и пошел в лабораторию. Надо же, как интересно. Я знаю легенду об этом тайнике, но думаю, и вы ее знаете. Слышите, кто-то хлопнул дверью. Наверное, это он. Скажите ему, чтобы подошел поговорить со мной. Вот он тут стоит, точнее сидит, головой вертит. А теперь пора говорить. Голова. Голова моя болит. Не меньше, чем у меня. Итак, кто ты? Я не помню. Я что-то разрабатывал в той лаборатории. Ты уткин, братан. Лучше напрягай свои мозги, а то пристрелю как собаку. Нет, не стреляй, прошу. Я, кажется, был в Припяти с другими людьми. Один такой кавказской национальности, другие два седы уже. Я нес какой-то ящик, а в нем оружие тяжелое вроде было. Помню еще цифру 26. Что назначить, я не помню, извини. Ладно, живи. Это наводка. Это номер комнаты в гостинице. Но тайник не в гостинице. Мы вылазим из гостиницы через окно. И попадаем вот сюда, к окнам номера группы Стрелка. Там можно даже, если запотеть документы из Припяти, своровать. Я их потом не смогу выбросить, ну ладно. В общем-то, вот рюкзак. И здесь мы находим записку Деда Западло. Дед Западло уже добрался до этого мода. Херово спрятали? Болваны монолитовские. От меня-то ничего не выскользнет. Дед Западло. Такие дела. Ну и возвращаемся, разумеется, к Орлову. Потому что именно он нам вообще рассказал про этот тайник. Это просто зашибись. В чем дело, Павлов? Старший лейтенант. Я нашел тайник. Нашел? Молодец. А что ж такое грустный? В том-то и дело, что только тайник. Содержимое скоммуниздили. Вот это поворот. Кто еще мог знать о местонахождении Схрона? Дед Западло. Он оставил записку внутри. Надо искать его. И все. На этом все. Никаких наводок. Ничего. Вообще ничего. Никаких... Ничего, никаких ни подсказок, ни намеков. Ноль идей, где искать Деда Западло. Все. Терпите. Как говорится. Да? Получается так. И только через какую-то жопу интернета ты должен узнать, что оказывается, оказывается, на Агропроме появилась какая-то группа каких-то челов. Гена Трус, отец Виталий, отец Леонид, отец Василий. Монахи, короче. Так. Беспалевно Дед Западло здесь замаскировался. Так. Ну, с тобой надо говорить. Отец Виталий, мир тебе, душа человеческая. Здравствуйте. Кто вы? Я раньше вас здесь не видел. Монахи мои, святые отцы. Я отец Виталий с Леонидом и Василием святую братью собираю. Пока только мы. Я Леша, снайпер, сталкер. Исповедоваться не хочешь, сталкер? Нет, батюшка. А что это за партизан с вами сидит? Это сын мой, отец Василий. Он с нами относительно недавно. Крест еще не носит, не привык. Наверное, к жизни святого пока. Привыкнет. Алексей, нет ли у тебя знакомых, кто хотел бы стать одним из нас? Представляя бурбона в монашеской одежде с крестом на шее, говорящего эх, бабу бы. Нет, святой отец, вряд ли. Ну, удачи вам. Друг, я все еще в вагончике, если ты не заметил. Подходи, пообщаемся. Эх, хотя с Виталий, пора пищу принимать. Пойду ее искать. А это отец Василий сказал. Типа отец Виталий уходит. Как дела, братишка? Нормально, с монахами живу. Думаю, может тоже святым стать. Но это уж тебе решать. Че не в лагере крота? Боюсь, я понимаешь? После того, как ты вместе с тем бандосом, с псевдогигантом разобрался, я вообще ходить куда-то боюсь. Не смогу так, как ты. А вдруг еще кто-то набежит? Я вообще тебя не просто поболтать позвал. А для чего же? Да не нравится мне этот отец Василий. Мутный какой-то, на монаха совсем не похож. Ходит постоянно куда-то, за провизией якобы. Я недавно вышел отлить, смотрю, идет он куда-то. Достаю бинокль, вижу, как он поперся на холм. Шарит там че-то, будто схрон делает. Или наоборот обыскивает. Что-то неладное здесь происходит. Думаешь, он не тот, за кого себя выдает? Ладно, я прослежу за ним. Музыка заиграла почему-то, хотя с заглушкой. Проследить за отцом Виталием на холм. Да? Типа туда, короче. Ну и вот он, пердец западло. Мутит че-то. Да-да. Твою мать. В чем дело, отец Василий? Да ни в чем, напугал ты меня. Нехорошо святому ругаться. Все, хорош прикидываться, не в театре. Как я понимаю, ты и есть, пердец западло. Ладно, разоблачил ты меня. Какая из нычек твоя была? Никакая. Я тайник монолиты нашел. Хотел хорошим оружием поживиться, да группу свою наградить за службу. А ты меня опередил. Нифига. Призрак, короче, его убивает. А что он там сказал? Я не увидел сначала. Ах, вот в чем дело. У меня внучка в зоне. Это проклятый голодает. Выстрел. И все. В жопу эту мразь. Какого хера призрак? Он даже не успел договорить. Этот старый козел грабил всех подряд. Его уже пять лет ловят в зоне. Конченый мудак обокрал наш со стрелком и клыком тайник. Я ему этого не простил. Он что-то здесь копался. Наверное, его нычка. А может в ней содержимое этого схрона монолиты, который ты так долго искал. Если уже проверил, пошли в бар. Орлов тебя уже заждался. Нет, подожди, я еще не осмотрел, что там. Так, ну вот да. С дедом. О, нифига, что у него есть. Вальтер по 9-18. Появляется рюкзак. Ну а в рюкзаке полный фарш. 25 вот этих имбовых серых аптечек. Даггер. Гаусс-пушка. Ну и так по мелочи. Вот. Возьму даггер, конечно же. Остальное мне не очень тут сильно нужно. Так. Я все проверил. И похоже, ты прав, призрак. Это действительно то, что было в схроне монолита. Пошли в бар. Хотя бы здесь переход, слава богу. Переход работает только тогда, когда ты с кем-то идешь. Когда ты сам, автор тебя никогда не перенесет. Так, ну мы в баре. Собственно, че нам? Че нам, че нам, че нам? Бармен молчит. Молчит. Бергамот. Ты сказал, что можешь починить даггер. Но вообще-то он не говорил. Возьми. И где ты только его надыбал? Ладно, давай починю. Да, пока паса придется. Денег из тебя не возьму. А вот услугу уж окажи, мой дорогой друг. Оружие себе новое хочу. Да не просто какое-нибудь. Эксклюзив. Даггер не отдам. Да и не надо. Принеси-ка мне вал. Только чтобы к нему можно было присобачить прицел. Ок, поищу. Слушай, а может чайку с бергамотом тебе принести? Ты же любишь? Эээ, нет. Чай у меня всегда с собой. Ты мне зубы не заговаривай, Леха. Вал тащи. Тогда и поговорим. Лол, чел. Я как раз сегодня покупал такой. Надо? Держи. Не, не канает. Жаль. Я как раз хотел протестить про канает или нет. Ну а так вообще у холода, конечно, нужно покупать. Холод. Срочно нужен вал снайперский за любую цену. Я все понимаю, Леша. Но я уже обещал клиенту. Продам тебе только за двойную цену. Точно такой же мне вал дал за 70 тысяч. А мой, который я до этого покупал, он не хочет брать. В чем прикол? Охренеть, 70 штукарей выходит. Ладно, раз тому сталкеру ты обещал, то держи свою двойную цену. Уговор дороже денег, но не дороже двоих денег. Хе-хе. А чем они отличаются? Они ничем не отличаются. Один просто заряжен, а вот сейчас не заряжен. То есть то, что я купил, это не канает, да? Зашибись. Держи, кровосос. Да ладно тебе. Обладателю такого крутого ствола, как даггер, жалко для друга неплохое оружие, которым ты уже не будешь пользоваться. Все окей. Теперь, по идее, надо идти к Орлову, наверное. По идее, Клык же говорил, он нас ждет. Я просто уже сам забыл, если честно. Я вот сидел два часа, играл эти контрольные точки, делал. И к концу уже забыл, что я делал вначале. Ну и плюс я диалоги скипал. Я не знал, что в них. Я просто пробегал. Поэтому диалоги я читаю уж точно впервые. Ну что, старший лейтенант, видеть меня хотел? Да, Леша. Нашел деда западло? Да, у монаха вскрывался гад. Еще я нашел содержимое того схрона монолитовцев. Да ладно, и что же там было? Да ничего особенного, что можно было ожидать. Вино, вода, спецаптечки, НПР-21П, а также стволы. ФН-2000, G36, ГАУС-пушка и, на удивление, М1000 Даггер. Правда, сломанный. Даггер? Ни хрена себе. Я слышал, таких всего 25 в мире. А поломать его практически невозможно. Из Титана сделан. Или врут, легенды? Нет, не врут. Там внутри поломка, походу. О, дед западло поломал, наверное. Козел. Ладно, спасибо за все, Алексей Андреевич. Пойду я. Если захочешь, могу дать любой ствол на твой выбор. Но только Даггер я оставлю себе. Стоять, нарушительница. Брось оружие на землю. Не с места. Павлов, вы рядом? Подойдите, поговорить надо. Я вспомнил о себе. Приходи на выжигатель мозгов. К зданиям возле антенн. Я хочу кое-что о тебе рассказать. Так я уже починил. Как забавно, что всем что-то потребовалось. Здорово, ты кто? Русалка. Не трогай меня. Тихо, успокойся. Что с тобой случилось? Я не знаю, где я. Ну, в Чернобыле. В Чернобыле? Да это невозможно. Я живу за три километра от Чернобыля. Да что произошло? Почему ты одна? Не знаю. Я шла по лесу, которая недалеко от деревни, в которой я живу. Я была с мужем у маленького ребенка. Мы поехали на пикник. Мы увидели гриб, только хотели сорвать его. Он брызнул какой-то кислотой, которая попала на всех нас. Только я спаслась. Прошу, помоги моему ребенку. Я не могу его потерять. Ладно, ладно, не плачете, помогу. Получен предмет череп ребенка. Не, я проспойлерю себе, что дальше будет? Дальше вы вообще сейчас упадете со стулов потом, когда увидите. Череп ребенка. Череп ребенка с его помощью надо вернуть к жизни самого ребенка. Как неизвестно. Ну, тут хотя бы примерно можно догадаться, что у нас есть там святоши в корешах, да? Поэтому отправляемся к ним. Они перебазировались, насколько я помню. Да, они перебазировались с агропрома на кордон. То есть, ну, я побежал сразу на кордон, потому что я это заранее знал. Я посмотрел в гайде. Но суть в том, что опять, да, вот на ровном месте. Ты типа бежишь на агропром в то же место, чтобы получить шиш и побежать через те же территории, но уже на кордон. Кайф? Я считаю, что да. У меня W окончательно сломалась, да? Не, ладно. Ну, давай говорить. Мир тебе душа человеческая. И вам мир, святые отцы. Здравствуй, Алексей. А вас больше стало, как я вижу? Реально? Я не заметил. Ну, чуть-чуть, ладно. Да, Алексей. Ты что-то хотел? Да, отче, я по делу. Вы можете воскресить человека? Может быть, и сможем. Если только душа у человека чиста. Расскажи подробнее, кто это. Это маленький ребенок. Непонятно, как на территорию долга попала девушка. Похоже, она сошла с ума. Судя по ее рассказу, она жила недалеко от зоны, но когда гуляла с семьей по лесу, попала в неизвестную кислотную аномалию. Муж и ребенок погибли, а она стала неадекватной. Ммм, ребенка воскресить можно. По крайней мере, попытаться стоит. Но нужна часть тела ребенка, и артефакт черный ангел. Есть череп ребенка, но артефакта нет. Пойду искать. И теперь мы с кордона, через свалочку, через бар, через склады, идем на радар. Каждый день так делаю. Причем буквально. Ну и на радаре, собственно, нас встречает наш старый друг. Зачем звал? Я больше не могу. В чем дело? Я вспомнил, кем я был раньше. Я не могу жить с этим. Я был ученым осознания. Я один из тех, кто превратил зону в такое состояние. Я совершил ужасные вещи. И так проживешь. Осознание знает все. Они знают, что я тебе рассказал. Они уничтожат меня. Так, подожди. Знай. В лаборатории X10, что здесь рядом? В последней комнате спрятан тайник с артефактом Черный Ангел. Найди его. Спасибо. Как тебя зовут-то хоть, ученый? Все, свалилась, говняшка. И нам нужно в лабы X10. Ага. Нифига, кстати, я забыл про эту фичу. Или не знал. И я помню, что если как-то по-особенному можно сейв назвать, там будет смешная иконка. Но я когда сделал сейв около артефакта, я его назвал артефакт. И смотрите, что с иконкой что это. Какой-то леденец, сосулька, я не знаю. Забавно. Я когда-то очень давно видел вот эти вот там суперинтересные факты. Назовешь сейв так, будет такая смешная иконка. Но про артефакт я не знал. Либо просто забыл. Может, я видел, но не запомнил. Ладно, в общем, в конце лаборатории X10, по пути, конечно же, никого не было. Просто бегал. Мы находим вот такой рюкзак. В рюкзаке черный ангел, который дает 360 тысяч процентов здоровья, 60 радиаций, куча минуссытости, куча выносливости, кровотечения и химожога. Крайне редкий артефакт, образующийся, в отличие от всех остальных артефактов, не после выброса, а незадолго до него. Короче, является таким своеобразным предвестником выброса. Необъяснимым образом притягает к себе мутанта. Причем, как правило, от самых опасных. Очень радиоактивен. Найти его удавалось лишь единицам, а посему сына на него крайне высока. Свойства этого артефакта недостаточно изучены. Известно лишь, что находится он рядом с больным или ранним человеком. Находясь, точнее, он резко усиливает регенерацию тканей. За счет чего клетки организма обновляются почти мгновенно. По непроверенным данным, позволяет вылечить даже безнадежно больных раком четвертой стадии, а также всех, подвержившихся аномальным воздействиям. Берем и бежим. Топ-топ рабы системы. На кордончик. Ну а что делать? Так, здорово. Все то же самое. А, есть череп и артефакт. Держи, отче. Читает молитву, встав на колени перед иконой, делает что-то еще. Получилось. Благословит тебя Господь, Алексий. Неси детям матери, да передай ей эту икону и книгу. Теперь он крещен. Ты совершил великое дело, Алексий. Должна быть твоя душа чиста. Моя душа не может быть чиста, на моем счету много убитых. Удачи вам, святые отцы. В зоне это не важно. Алексий, удачи. Вас уже смутила эта надпись, да? Получен предмет ребенок. Сейчас самое смешное будет. Ну, уже не так смешно, как первый раз я это увидел, конечно. Я больше потом поржался с комментарием в телеграме, когда я выложил. Воскрещенный отцом Витального ребенок девушки по прозвищу Русалка. Надо скорее отдать его матери. Твою мать, во что я играю? Что это за кошмар? Нельзя там выкинуть, я не знаю, съесть там. Ай, блин. Да. На пояс повешать могу? Нет, жаль. А в салот экипировать? Какая жалость. В моем рюкзаке ребенок. Как вам оцените? Что нам еще дал? Книга святых, книга с портретами святых, выданная отцом Виталием. Ну и икона. Икона Богоматери. Принадлежит ребенку Русалке, крещеным отцом Виталием. Это просто ужас какой-то, я не знаю. Я думал, хуже, чем РЕН-ТВ в этом моде уже не будет. Но нет. Со дна постучались, как говорится. Снизу постучались. Получилось. Твой ребенок жив. Скорее бери его. Спасибо, спасибо. Святой его окрестил и передал икону и книгу. Возьми и беги из зоны лечиться. Спасибо. Так и сделаю, наверное. Прощай и береги себя. Ну и все. Тишина. Не знаю, что делать дальше. В баре вроде говорить не с кем. Я вроде подсмотрел, куда бежать дальше. Но я уже забыл, если честно. По-моему, там... Я даже не знаю, что там. Слушай, я сейчас попытаюсь напрячь голову. Вспомнить, что там вообще, куда идти дальше. А, вспомнил. Короче. Вот после этого, да, казалось бы. Ну все. Ничего нету. Ни у кого диалогов нету, если что. Что делать? Ну, побеги по бару и найди какого-то рандомного абрыгана с никнеймом бармен. Нет, не с таким никнеймом. Вот кто-то из вас меня интересует. Вот ты вроде. Почему на гитаре играет? Вот этот чел нас интересует. Просто внезапно заинтересовал, без каких-либо намеков. Ветеран у него никнейм. Но он сидит, на гитаре шпарит. Я не могу с ним поговорить, поэтому придется подождать. О боже, он еще какой-то крафтовый кринж про зону поет, я не знаю. Давай о речи заканчиваем. Мне неинтересно слушать твои великие композиции. Вон, вот эти вот замечательные полигоны света на рюкзаке сталкера в Севе намного интереснее. Все, наконец-то он закончил. Здорово, сталкер. Судя по твоему виду, ты многое на своем веку повидал. Да уж побольше тебя, мужичок. Чего хотел? Бабу. Ты по-немецки базаришь? Сможешь перевести вот это? Немного говорю. Тут какие-то приказы. Судя по всему наемникам. Уничтожать сталкеров, встретившись на пути, проникнуть в лабораторию X-18, затем доложить душману на Дикой Территории. Этого достаточно. А спасибо, где? Охренели, спасибо, на хлеб не намажешь, а другого ничего у меня нет. Что там? Тревога, наемники прут на бар со стороны Дикой Территории. А, ладно. Надо будет найти на его трупе КПК, 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 КПК. Пригодится. Так, и чё? Мне дадут сегодня пострелять? Значит, туман тут какой-то всратый. Ещё и на меня спамят, что я убийца, когда я убиваю наемников. Вы дебилы, я вас же бар сраный защищаю. Всё? Ну, вроде всё. Давайте осмотрим трупы. Димка Цезарь нас не интересует. Тошка Пионер тоже не особо. Наверное, экзосклетчика надо смотреть. Хог. Не, у Хога ничего не было. О, это можно. Бесплатно починиться я всегда за. Ну, чё-то я смотрю трупы и ничего ни у кого нету. Может, я плохо смотрю, конечно. Я вот тут один труп скипнул. Не, ни у кого ничего нету. И что мне с данной информацией делать? Идти с кем-то опять базарить? Или что? Что это? Это наемник? Или что? Подожди. Вы кто? Понятно. Короче. А, кстати, автосейф назывался. Взять у Орлова КПК наемника. В смысле у Орлова? Не понял. Ладно, допустим. Короче, в этот раз я не буду стрелять просто. Ну, пойдём к Орлову. Чё тут? Получить информацию у лидера наемника? Перехватить цель наемника? Поговорить с Бурбоном. Ничего не понял. Подходите в бар Сторинген. Привет, Алексей Андреевич. Слушай, а ты можешь временно сделать меня наемником? Только чтобы другие группировки меня не трогали. Без проблем. Я давно держал про себе КПК наемника. И вот пригодился. Пошёл я получить информацию у лидера наемников. А где лидер наемников? На дикой территории, типа? Или чё? А бойня на заставе-то по итогу будет или нет? W сломалась опять с кайфом. Ну, давайте попробуем прошмагнуться на дикую территорию. Это будет последним на сегодня заданием. О, спасибо, что меня в жопу всадили. Я опять ходить разучился. Вот бы клаву новую ещё купить, да? Всё, давайте, я пошёл. Со второго раза, слава богу, загрузилась. Это радует хоть что-то. Кстати, мы не все нейтралы. Несмотря на то, что я, типа, наемник. Хотя вот бандиты-враги. Ну, наверное, это дефолт. Не знаю. Так, где его... Снорк там что-то делает. Где его искать? На стройке или у вертолёта? Непонятно. Давай сначала на стройку. Как будто бы это более такое... Главное место для наёмников. Ну да, душман здесь. Причём, мне кажется, душман это вон та зелёная метка, которая отбилась от остальных. Его сейчас собаки загрызут. Ты душман? Не знаю. Пока непонятно. Вроде не он. Или ты? Ну, точно не ты. Тушканы тут ещё носятся. Чё надо? Ты душман? Кто душман? Я знаю, что душман. Я по приколу душман называю. Мне каждый раз, когда я говорю душман, потом тысячи комментариев приходят. Ты дебил. Правильно, душман вообще-то. Я это знаю, ребята. Это у меня такой прикольчик. Что-то ты бледный. Может, прикольчик сделать? Я не знаю, где душман. Но, видимо, они загрылись на сталкеров вот этих. Да? Что ж, придётся разобраться, помочь. Кто тут ещё? А, раненый. Душман хоть живой? Душман живой. Кто из вас душман? Эй, привет, я здесь новенький. Почему душман не хочет со мной говорить? Я с ним ещё и не пытался, но ладно. Он ни с кем из новеньких не разговаривает, а с русскими вообще почти не разговаривает, так как не говорит по-русски. Ты, кстати, почему без формы? Да, изорвалась я, пока сюда шёл. Пришлось трупа снять. Какая у вас сейчас основная цель? О, тушканчик добрый сидит, смотрите. Тебе пока знать не положено, новичок. Для начала тебя нужно проверить. Задание для нас всех такое. Найти и принести живым учёного доктора Степнова. Убьёшь его, сам головы лишишься. Кажется, я догадываюсь, где его можно найти. Пошёл её. Я не догадываюсь, где? Где? Где он? Надо было закончить до этого квеста. Куда я ввязался? Меня забавляет, как я бегаю по локациям туда-сюда, и мне постоянно суют вот эти циклички сраные, которые я, конечно же, не делаю, потому что они из оригинала. Что? К чему? Зачем вы мне их даёте? Я не понимаю. Ладно. Учёный, скорее всего, в бункере. Да, вот он, доктор Степной. Что? Наемник? Тревога, наёмник в бункере. Спокойный доктор. Сержан Павлов, ВС России, я под прикрытием. Покажите удостоверение, пожалуйста. Какое нахрен удостоверение? Бегом в бар, там безопасно. Я расчищу дорогу на дикой территории, и вы двигаетесь. О боже, какой же кринж в этом моде происходит. Я не могу. Я не могу поверить в реальность происходящего. Что, мне их всех убить или просто в бар вернуться? Поговорить с Бурбоном. Просто в бар, по идее, вернуться. Мне, наверное, даже убивать не обязательно. Не, ну я постреляю чуть-чуть по пути. Хотя, ладно. Дугацкий, гуский, не переплюнет ребёнка в инвентаре сегодня. Это уже точно. Слушайте, может, 16-й год был проклятым? Я чего-то не знаю. Чё с этим модом не так? Ну, вообще, давайте всем ББ. Не намерен я с вами воевать. Раз уж вы меня так легко отпускаете, то я так легко уйду. Всё довольно просто. Ой-ой-ой. Тут до сих пор война с наёмниками. Типа, мужик лежит на воздухе. Бывает, я уже такое видел. Так, ну если Бурбон не в нашем штабе, я не знаю, чё. Я дропну. Ну, ладно, не дропну, но закончу серию. Ну-ка. Он у нас, да, я его вижу. Да и доктор, по идее, наверное, тут же должен быть, да или нет? Хотя я путь не расчистил, но кто-то действительно верит, что он просто тут не заспавнился. Походу, реально не заспавнился. Вернулся Бурбон? Ага, Лёха. Я что-то на кордоне и не заметил, что ты бороду отрастил. Чётко выглядишь, брателло. Спасибо. Я спас от наёмников учёного, которого они искали. А, так он уже здесь. Старикан такой, да? Я не знаю, он в научном скафандре был. Наверное, снял, чтобы не светиться особо. Скорее всего. Иди перетри с ним. Сейчас схожу. А, ну вот он, да. Здравствуйте, доктор. Удачно дошли? Нормально. Наступай на трупы наёмников. А зачем вы им так нужны? Да я толком не знаю. Расскажите всё, что знаете. Хорошо. Я занимаюсь исследованием в лаборатории Х-18, как и мой пропавший коллега Никола Игнатенко. Там проводились опыты над людьми. Вы что-нибудь слышали об осознании? Эээ, нет. Чё, дебил? Ты же с учёным осознанием знакомился буквально недавно. Это учёные, выновные в катастрофе 2006 года. Ясно. Ну так что про опыты? Подопытные сбежали. Теперь они известны, как группировка Грех. Их никто ни разу не видел. Я постараюсь узнать что-нибудь про Грех. Удачи, если что, я буду здесь. Павлов, я договорился с охраной. Теперь тебе можно войти в главный бункер долга к Воронину. О, замечательно. Я уж думал, я к нему вообще никогда не попаду. Пойдём глянем, чё он нам скажет. Эээ, здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Здравия желаю, сталкер. Ты из людей Орлова? Я тебя помню. На встрече на кордоне. Так точно, товарищ генерал-полковник. У меня к вам дело. Что за дело? Генерал-полковник Воронин. Расскажите всё, что знаете о группировке Грех. Расскажу, если выполнишь одно задание. Нужно найти и уничтожить одну группу, которая мешает деятельности моей группировки уже давно. Ладно, я помогу вам. Говорите, где их искать. Эта группа в последний раз была замечена на АТП на кордоне. Внезапно. Опять на кордончик побегать. Выдвигайся, боюсь. Ещё принеси мне кое-какие данные с их лагеря. Не забудь. Да-да. Ладненько. О, нифига, у него, смотрите, в продаже даггер есть. Чё стоит? Ну, это было очевидно. А мой дешевле. Ну, мой чуть-чуть покоцанный, ладно. Справедливо. На этом всё, ребят. Всем спасибо за просмотр. Я не знаю, это какой-то кошмар. Я очень хочу, чтобы следующая серия стала последней. Но я не знаю, получится ли, ребят. Я очень постараюсь. Я уверен, многим из вас... Ну, не многим. Ну, короче, судя по просмотрам, этот мод вообще никому не интересен. А из тех, кто смотрит, я постоянно встречаю комментарии. Ну и Васянка, ну и говнище, капец. Ахахах. Вот такой. В принципе, я такого же мнения. Вначале, в первой серии, мод мне показался более-менее адекватным. Но потом пошло. Просто какой-то реально говно. Я не знаю. Если чё? Если чё? Для сравнения, да? Я с утра полтора часа бегал. Записал там кое-как минут 20. И то, которое ещё нарезать надо. То есть из них там останется минут 10-15 в лучшем случае. И сейчас ещё бегал 2,5 часа. Нет, какие 2? Подожди. Я в 16-ом году закончил стрим. Сейчас у меня 18.51. Я сразу после стрима пошёл играть. Ну ладно, 2,5 часа. Я там ещё минут 10 посидел. И вот 2,5 часа ещё я играю в этот мод. То есть в общей сумме я сегодня записываю сколько? 2,5 плюс полтора. 4 часа. 4 часа я записываю этот мод. Продолжительность серии видите сами. Я сейчас, если честно, не знаю, какая она. Но надеюсь, будет хотя бы 30 минут, дай бог. Что вы поняли? Я NLC записывал в 2 раза меньше. И выходила полноценная серия. Поняли насколько всё плохо здесь? Я не знаю, какой-то кошмар. Ты бежишь с бара через свалку на агропром. Потом буквально получаешь одну реплику от крота. Вот буквально в начале, когда я... Ну, в начале этого куска, да, который записываю после стрима. Вы видели, я подошёл к кроту. Одна реплика, всё. Потом ты бежишь по неизвестной наводке через гайд в их 16. Ой, короче, это такая параша. Я не знаю, это ужас. Короче, очень пост... Чего, слишком много слов, короче, да? Очень постараюсь завтра закончить мод. Но ничего не обещают. Там как будто бы ещё где-то на полторы серии. Ну, не знаю. В общем, может мод завтра пойдёт побыстрее. И я смогу его закончить. Но то, что я сегодня записывал, это кошмар. Это просто отвратительно. Поэтому всем спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что вы поставите лайк. Хотя бы так. Я понимаю то, что видос очень мало посмотрит. Там 1020 еле набирается. Плюс ещё учёба. Всё это стакнулось. Типа и мод говно, и учёба началась. Люди меньше YouTube смотрят. И, короче, я в жёстком тильте. Но хотя бы надеюсь за эту запись вы поставите лайк. Очень на это надеюсь. Также обязательно подписывайтесь на канал. Прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие видео по сталкеру. Фоллоу здесь на Twitch. Стримлю там. Кстати, дали галочку. Я теперь крутой получается. Ну и телегу заглядывайте. Там все анонсы и новости. Всем спасибо. Все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok